Всем тихой ночи Субтитры сделал DimaTorzok И в шестой тысяче объектов появилась серия текстов, история которых следует канонам упомянутого жанра под названием Викандер Книд Техникал Медиа Однажды где-то в Америке человек, слушавший радио, поймал необычную передачу В ней было вечернее шоу, и его вел бодрый ведущий, назвавший себя Килиманджаро Он задорно рассказывал о различных ужасных и жестоких событиях, щедро сдабривая свое повествование черным юмором и злобной мрачной философией Позже другой человек, искавший свою любимую радиопередачу, наткнулся в эфире на разговор двух ученых Которые говорили о том, как хорошо было бы передать расе разумных рептилий контроль над своей жизнью Ведь людишки все равно ничего умного не придумают В общем, крайняя жестокость, разные конспирологические мусоры, конечно же, реклама не пойми чего Часто вещались на этой станции, которая называлась ВКТМ-66-3 Так продолжалось несколько десятилетий, пока один из слушателей не решил поинтересоваться Что же это за радиостанция, где она вообще находится? Оказалось, что такой станции не только не существует Но и вообще определить источник радиоволн не представляется возможным Они как будто исходили прямо из другого мира Разобраться в этом всем решил фонд SCP И начал записывать все зафиксированные передачи ВКТМ Как SCP-5889 Отмечая на карте Америки места, где был зафиксирован прием той или иной передачи Фонд открыл, что все случаи вещания имели очень локальный характер При этом чаще всего передачу принимал вообще всего один человек У передач этих нашлось и другое аномальное свойство Дело в том, что люди, которых непосредственно слушали Впадали в состояние сильнейшего ужаса и глубокого стресса Тщательный сбор данных по поводу радиотрансляции не дал никакой информации Кроме того, что она ведется организацией, называющей себя ВКТМ Техникул Медиа А название радиостанции ВКТМ – это ее аббревиатура Фонд занялся поиском информации, относящейся к этой компании И это дало свои плоды Однажды на гаражной распродаже коллекционер редких ВЧС-кассет увидел отличное пополнение для своей коллекции Три кассеты, надпись на наклейках которых гласила «Викандер Книд Техникул Медиа» «Обучение кадровой службы» Придя в общежитие колледжа, где он жил Коллекционер древности решил показать свою находку другим студентам Однако посмотреть кассеты вместе со всеми не удалось Мелкая случайность заставила его самого покинуть просмотр И когда он вернулся в комнату, на экране уже шли титры Присмотревшись к титрам, владелец кассет увидел, что в них фамилии всех, кто смотрел кассету А сами эти люди сидели в комнате и не двигались Заговорив с ними, наш герой открыл для себя Что теперь его одногруппники делают абсолютно все, что им скажешь Ни на секунду не сомневаясь в том, что им было сказано Он поделился своей находкой на форуме Параводж В том форуме мира SCP, где сидят все местные любители мистики Люди фонда там тоже сидят Потому вскоре после создания форумной темы о странных кассетах В комнату в общежитии незадачливого студента Вошли люди в строгих костюмах И больше этих кассет никто не видел Да и сам покупатель не помнил о своем приобретении Разумеется, кассеты никто не видел за пределами фонда SCP Потому что в фонде они получили номер SCP-5904 Главным исследователем кассет был назначен ученый SCP Уильям Уэттл Который организовал их просмотр и текстовую запись происходившего на экране Чтобы все могли безопасно ознакомиться с содержимым кассет На первых двух из них ведущий в костюме рассказывал о том Как нужно обращаться с людьми, которые хотят устроиться в компанию В общем и целом, как с говном с ними нужно обращаться На третьей кассете запись оказалась еще более удивительной Дело в том, что действия на ней происходят дома у исследователя Уильяма Уэттл Тема этого выпуска Что делать, если работники жалуются на враждебную обстановку в компании? В целом ответ такой, что ничего Пусть грызутся между собой и дальше Главное, что ведущий, зачитывая свой текст, ходит по дому сотрудника фонда И в какой-то момент он заходит в спальню Где в кровати лежит сам Уильям После этого класс объекта был изменен на кетер А фонд провел большое расследование Деятельность этой викандер гнид техникал медиа В результате этого был найден склад Который арендовала компания с таким названием Когда агенты туда пришли, оказалось Что все помещение заполнено ВИЧС-кассетами Половина из которых это копия обучения кадровой службы Поисковые боты фонда были также настроены на обнаружение всего связанного со странной компанией И в один прекрасный день они обнаружили в продаже DVD-диски с историческим фильмом Под названием «Знаменитые конфликты во всей истории», выпущенные ей Фонд SCP начал изымать эти диски и складывать в камере SCP-5897 Конечно же, было решено посмотреть, что же там такое И за просмотр усадили сотрудника класса D Оказалось, что в фильме показываются битвы, которых никогда не было Во всяком случае, в нашем мире Аномальный эффект оказался не слишком выраженным Он проявился только в том, что зритель этих фильмов начинает верить В то, что такие битвы все же были У него даже появляются ложные воспоминания о том Что в школе о чем-то таком им рассказывали Несмотря на довольно слабый аномальный эффект Этот объект доставляет много головной боли фонда SCP Потому что эти диски регулярно появляются на полках магазинов Грозя раскрыть населению мира SCP существование мира аномального Впрочем, судя по тому, что показывают у нас на некоторых телеканалах В нашем мире этот объект у нас распространяется свободно Чем не доказательство того, что во всяком случае в нашем мире фонда SCP нет Что же делать, если фонд SCP выгребает твои замечательные товары из магазинов? Конечно же, завести свой магазин Однажды где-то в небольшом американском городке Один человек, сидя у своего телевизора, увидел рекламу В которой была показана комната с зеркалом В отражении зеркала было видно мужчину Который говорил разные бессмысленные фразы После чего появилась надпись «Vicander Knit Technical Solutions» Вскоре после этого жители окрестностей нашли в своем почтовом ящики флайеры В которых также было написано «Vicander Knit Technical Solutions» Никто не понимал, в чем дело Пока в городке не начал появляться магазин с такой вывеской При этом через непостоянные промежутки времени он менял свое местоположение За секунды перемещаясь из одного торгового центра в другой Магазин предлагает широкий выбор DVD-дисков и видеокассет Среди которых было много никогда не существовавших фильмов А также услуги фотосалона и видеомонтажа Услуги эти оказывались весьма странным образом Например, когда один мужчина передал туда свои видеозаписи со свадьбы С просьбой сделать ему красивый фильм про свадебное торжество В итоговом ролике присутствовали сцены его встреч с тайной любовницей Которой была близкой подругой его жены Другой мужчина попросил проявить фотографии со старой пленки И когда пришел домой, он увидел, что на этих фотографиях появились оскорбительные надписи Фонд SCP обозначил явление как SCP-5379 Однако каждый раз, когда агенты фонда реагировали на сообщения о появлении магазина Они находили лишь опустевший торговый павильон Так продолжалось довольно долго Пока директору зоны, где содержался объект Не позвонил человек и не сказал, что он кое-что знает о происходящем Его, конечно же, задержали и доставили в зону фонда Заинтересовавшись, прежде всего, откуда у него вообще телефон По которому можно позвонить в фонд В ответ на что он достал огромный плакат На котором была напечатана страница объекта SCP-5379 И телефон, куда звонить тем, кто что-то знает о нем По его словам, плакат он нашел среди наследства Доставшегося ему от дяди Того самого человека Который относил в SCP-5379 фотографии на проявку Фонд завербовал этого человека в качестве агента И отправил его в очередное место появления магазина Как обычно, на месте ничего не было Кроме одной единственной ВИЧС-кассеты Которую новый агент SCP прихватил с собой На записи был мужчина, моющий голову под душем Бессмысленные слоганы И надпись Викандр Книд Техникал Солюшенс Магазин так и остался неуловимым для фонда Фонду SCP остается только перехватывать различные товары Так у фонда появился SCP-5479 Фильм, который при просмотре его зрителям Строится на основе событий Произошедших самим зрителям в течение прошедшей недели Или SCP-5681 Запись шоу на ВИЧС-кассете Под названием Гиена Эркейт Просмотр которого практически невозможно прекратить по своей воле Даже если зритель очень хочет есть Или пить Он все равно продолжает пересматривать кассету Снова и снова Пока не упадет без сил Что, наверное, неудивительно Ведь кроме обычной викторины Там еще есть такая рубрика, как Лабиринт смерти А вот еще SCP-5417 Также ВИЧС-кассета С курсом упражнений для похудения После просмотра которой человек испытывает Чувство сильнейшего голода Имеет практически неограниченный аппетит Обычная, в общем-то, вещь, если подумать Фонт долго не мог приблизиться К разгадке тайны потусторонней кампании Пока в 2014 году В полицию маленького городка Криксайда В США Не поступил звонок о пропаже 33-х человек Полиция нашла их в здании ранее заброшенного склада Который, на удивление полицейских, оказался действующим А все 33 пропавших человека Считали себя его сотрудниками И не помнили о себе ничего Хотя до этого все из них работали в совершенно других местах На место прибыли агенты фонда И вскоре после этого склад снова стал заброшенным А к пропавшим людям вернулась память Однако люди из SCP успели допросить этих людей И обыскать склад до того, как он пропал Так что сущность явления стала более-менее ясна И само оно обозначено как SCP-5698 А суть SCP-5698 в том Что это мигрирующее карманное измерение в виде склада Которое, способное оказываясь в любой реальности Внедряться в неё так Чтобы органично вписываться в окружающий ландшафт И даже промывать мозги нескольким людям вокруг Таким образом, чтобы они на этом складе работали SCP-5698 служит для доставки товаров Из другого измерения в наш мир Вернее в один из миров SCP Где потом эти товары распространяются Силами Викандр Книд Техникал Медиа Итак, Викандр Книд Техникал Медиа Это группа SCP-объектов Которые в целом следуют сюжетным ходам Популярных ныне на ютубе Мистических шоу Типа Омега Марта Эскванет и Локал 58 Да и других подобных На моём втором канале я такое иногда разбираю Радует, что SCP продолжает следовать тенденциям крипи-контента И предлагает нам лучшие образцы рынка страшного Непознанного и потустороннего Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok